привет друзья ну что ж открыт летний осенний охотничий сезон и ровно неделя практически прошла с момента непосредственно самого открытия по водоплавающей на которой я по воле случая в этом году не оказался да в принципе не очень-то я об этом сожалею потому что общаясь с друзьями ребятами охотниками в общем-то было плохо так скажем утка не летала туман значит практически ничего не видно где-то конечно же как обычно у нас стреляют куда-то там непонятно в общем плохо от охотились и причем в разных районах я спрашивал у ребят результат не очень я давно приметил одно такое тут местечко здесь такая охотничья карта это тоже бывшие торф карьеры но они значительно меньше чем традиционно туда куда я привык обычно ездить охотиться вот в августе и уже осенью здесь интересно значит сама охотничья карта она тоже тоже такая интересная в плане труднодоступности но есть и такие большие тут две такие лужи так скажем а дальше через протоки через проходы все это соединяется и там есть такие островочки полуостровочки на которые в принципе я планирую сегодня встать куда-то туда доплыть где-то выбросить чучела даст у нас охота уже будет с чучелами сразу вот такие дела сейчас сегодня вечерка нас ожидает как обычно погода сегодня прекрасная потому что четыре дня у нас практически подряд шли дожди довольно сильные дожди не прекращались и я в принципе сюда еле прополз на машине но уже место где подход к воде здесь или лодку пришлось тащить волоком но это как обычно у нас бывает у нас охота с вами не для ленивых ну все я в принципе готов все собрано выдвигаемся дальше с воды уже будем смотреть не знаю если тут утка вообще но охотники есть и и даже где-то постреливают посмотрим что принесет нам эта вечерка но перед началом фильма хотел бы вам порекомендовать канал евгения охота природа рыбалка женя живет и охотится в алтайском крае он также как и я с большим трепетом и душой относится к окружающей природе а его спокойная манера повествования и добрые фильмы заставит вас вырваться из суеты городского бетона и насладиться красотами алтайских угодий ссылочки на канал евгения в описании ребят надо поддержать человека он заслуживает этого торф как обычно все как обычно здесь проходить тут хорошо хороший такой подходик все тут прочищена до места такое намоленное что называется ну у нас это московской области вячу сказать здесь всегда так охотники вот открытая просторка вот это открытое озеро я плыву сейчас вот туда вот вот к тем кустам это он у нас там чайка кружит летает а вот там вот вот где коса идет где березняк этот деревья стоят а вот за ней еще точно такая же лужа ну лужа озерцо вот это метров 500 примерно туда плыть я так посмотрел вроде но никакой утки нигде ничего не сидит хотя бинокль бы наверно до сюда положить как обычно сразу чтобы год я ребята практически не стрелял ничего не это единственно съездил по тарелочкам пострелять вот результат средненький так что как все все нормально и ну вот это рыбаки это на лодке там рыбаки так ну нет ничего такого там не сидит летает чайка вот как раз по той косе еще где-то чаечки ну в общем плывем мы туда ребята дальше посмотрим как там пролезть между вот этими протоками там этими косами островочками где-то вот наверное вот примерно вот так наискосок туда мы поплывем не знаю ребят мне вот очень приятно вот так вот оказаться вновь на воде в угодьях на незнакомом мне месте сейчас посмотрел время уже кстати пол пятого и ну где-то темнеет сейчас конец августа темнеет примерно в районе 8 вечера я думаю что тогда она и будет летать если она вообще здесь будет летать тут есть такие глухие участки углы закрытые где скорее всего она будет оседать как-то осаживаться вот я хочу попробовать такие места где-то вот там примерно впереди вот где чайки там должна быть как раз это такая проходик такой вот где-то там или может вот там вот где я надеюсь выйду туда на вот эти вот уже такие небольшие лужи и там куда-то засядем мы с вами сейчас посмотрим в общем пока плывем туда настроение прекрасное просто вот вот такая вот красота вокруг солнце за облаками все очень приятно мужики сидят рыбачит просто красотища тут такая глухая вот это зовут нормально нет здесь вообще нормально а там он проход дальше туда и видимо туда да на большой это озеро ну сейчас мы туда сплава вот здесь принципе можно запас залезть и лодку сюда закинуть до одно из мест я нашел да неплохо неплохо чучело прям сюда на середину выбросил и сидишь себе у тебя обзор прекрасный да это место ничего себе так и она твердая сразу видно трава растет значит мест там твердая почва ну да вечерка ты еще прилично у нас с вами еще впереди часа два точно есть на обследование так что давай я сейчас туда вот сплаву и давайте туда час доплывем и посмотрим а может чай пролетит а вон по моему стая пошла он их сколько там да это вроде утка это большая стая летает 468 штук да даже нет наверно 9 вот они вот они летят слушайте такут кто тут есть и красиво летят как ух ребята вот красота какая вода не прям он они там и кружат вот вам красота вот это да друзья вот так вот летает ну прям вообще вообще как классно не зря я на эту карту приехал давно я хотел ее все смотрел присматривался думал какие там подъезды ну подъезд хреновый как обычно охота с асфальтированной дороги я не знаю но где-то может есть но у нас такого нету везде труднодоступно пришлось лодку тащить но ничего она наверное того стоит посмотрим будет ли вообще результат да и в принципе уже хорошо увидели уже хорошо плывем туда ух ты а здесь как интересно вот это вот это то что надо вот это да сейчас мы с вами туда продеремся через этот вот узенький проходик попробуем пройти а здесь такой вот глухое вот это вот местечко кстати почему бы youtube бы не сильно но часто не дает конечно так вы подымали все не 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 она сейчас все тут за шуган и и вот вот этот мисочек а почему нет а почему бы вообще сюда вот не залезть запросто так вот такая вот да вот это ох ребята вот это вообще красотища а вот там какой-то вот видимо островок а давайте попробуем до островка время то есть еще давайте вот вот туда до островка сейчас доплывем может быть туда из и встанем не стал я там на том островке вылезть там особо негде в общем ребят прошел я вот опять же через такой проходик и вот она второе вот это она побольше большого озера и тут вот смотрите какая вот интересная карта рясочка в принципе куда-нибудь я думаю вот здесь интересно здесь она скорее всего и будет осаживаться это утка вода прям тут тоже такая прозрачная воды очень много ребята прям красота да 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 вот это вот хорошее такое утильное место было тут еще твердая поверхность был бы совсем хорошо ну-ка тут наверно глубоковато нету твердой поверхность если встать вот чего ребят плохо здесь нет твердой поверхности некуда встать либо просто сидеть на лодке чего я не люблю категорически ух ты ух ты ж вот так вот она там сидела она тут сидела кстати между прочим чит скородок весенний это вот насколько до воды прибавил пообщался тут вот он на лодке но он собаками он на вечерку горит оставаться не будет вот они с сыном тут сидели собака отдыхала или чай вот такой тут плюсик вот на этом плюсики можно в принципе встать до наматывается это вся конечно резко жестко наматывается на весла грести становится вообще невозможно это как обычно то есть вот вот это такая бровка типа генеральской вот той до типа генеральской бровки и хорошо здесь можно усесться да здесь я ребята останусь вот тут сейчас как раз сюда вылезем я выгружусь и все и больше чего оставить вот такой план действий вот она красота ну прям тут вообще тут шикарно все выгружаюсь и ставлю чечела чечела вот сюда вот буду выкидывать вот в этот клава сектор прям туда и нормально отличное место так я буду я набрал уток кряков селезни естественно не брал они у меня перелинявшись а сейчас еще конечно долинки рановато поэтому выбрасываем просто уток по моему 6 штучек у меня и вот один есть одна есть так лески там не видно ни за что она там не запуталась нормально вот сюда куда-нибудь так вот леска тоже не легла надо поправить чтобы я не видно было мало вот так нормально так и куда-нибудь сюда да прям вот сюда рассредоточим нормально будет ну давай давай гном они нам на гони нам много уток уйдем обратно красота солнце прям лучи видны солнце высоко кстати еще время уже время шесть до шесть ровно прям четко и ну где-то к восьми еще часа два я думаю нас есть с вами пью чай охотничий чай как обычно это традиция у нас очень рекомендую брать термос чаем на охоту ребят это прям скрасит ожидания вечерки в общем ждем ребят настроение прекрасное на самом деле просто хотя бы уже от того что вот так вот просто выбрался до на эту охоту очень я соскучился конечно по угодьям по охоте соскучился вот послушать выстрелы чтобы ружье заговорила так посидеть отдохнуть ну вообще просто красота и тепло еще сейчас ну немножко конечно похолодало было то то недели вообще вот на открытии там был чуть ли не под 30 градусов то 27 28 вот так вот было очень жарко поэтому и туман был и вот так получилось что ребята рассказывают не очень они открылись а сейчас прям красота градусов 15 наверное может даже чуть побольше ну сейчас будет похолодней так я флиску беру сейчас если что накину флиску пока комфортно и ветра такого нет ребят вот ветер такой он такой легенький спокойный я пскал теплый ветерок ну вот как пошла ну вот как пошла вот оттуда она там и крик ну это конечно далековато 2 прошли и падают они все туда на большую воду и пошли да куда туда вот так вот утка залетала в семь часов вечера вот так вот высоковато но высоковато они три пошли высоковато ребят ну ладно высоковато и туда все на большую воду а вот еще кто-то там стрельну ну что друзья время без 15 8 я уже заметил что выстрелы сократились утка перестала летать пока временно перестала летать и вот я заметил что в основном она все-вся все-таки вот там вот большое это озеро она вся пошла саживаться на большую воду туда ну вот кто бы знал да что на сюда на маленький она не захочет заходить садится идет вся туда я думаю что это только первая партия они еще туда налетят и еще по темно туда будет садиться в общем там она группируется вся эта утка ну вот так вот место я говорю мне я первый раз здесь место мне незнакомое поэтому к сожалению в этом плане я наверно просчитался с другой стороны надо туда выплывать пораньше и понимать куда там вставать где там зацепиться за берег выбрасывать где-то чучела в общем тут еще изучать и изучать а пока вот сидим я надеюсь еще на вторую волну где-то какие-то глухие далекие выстрелы есть а солнышко уже так вот да у нас к закату туда вот посмотрите какая красота все облака такие подсвечиваются каждый такой закат он уникален я вот сколько не бывал на этих вечерках утрянках рассвет уникальный и закат каждый раз разный вот друзья вот так вот я сижу отдыхаю душой и наслаждаюсь красотой природы он цапля пошла все ребят время без 29 и уже хорошо так смеркается не знаю что там видно в камеру ну в общем оказывается получается что весь пролет то был хороший такой пролет был примерно в районе 7 вечера вот так вот а сейчас ничего сейчас уже просто путем ну я думаю что она еще полетит здесь как обычно когда уже вырвай глаз а может уже и всю на этом она вся расселась не захотела утка садится в эти чучела но я вывода сделал на берегу с вами поговорим сейчас еще полчасика я буду собираться что-то а 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 то все ребята ничего не видно я проварчиваюсь наших и вам там уже давно ничего не видно место прекрасно но сейчас мы еще на берегу обсудим все дела лодку обратно буду чучело снимать нет она еще где-то там летает я даже где-то выстрелы слышим но это уже все можно сказать вечерка окончено я еще место конечно нот думал что тут нормально ладно обсудим ну что друзья я на берегу уже все лодку сдул сложил в общем вот такая сегодня получилась разведка это первая моя охота в летнем осеннем сезоне по водоплавающей у нас уже скоро буквально через несколько дней открывается охота на боровую ну рябчики они сейчас еще выводками то есть все это мы с вами уже проходили я все равно попробую сходить в лес обязательно и что я могу сказать по вот этой карте охотничий она мне очень понравилась ребят вы сами видели утка летала она тут есть то есть охотиться здесь можно единственное что я так как вот на месте на самой уже на самой воде мне ничего не знакомо было поэтому я еще не понимал особо где здесь осаживается утка на своих торфяниках я это прекрасно знаю где ее любимые углы а здесь все-таки мне показалось что вот такая небольшая лужа она будет утки более безопасно комфортно ну там же я видели выставил чучела и вот немножко ошибся да она летала она летала из-за спины и даже вы видели я стрелял и мазал естественно ну еще играет роль наверное все таки такой вот азарт адреналин что вот-вот первая охота у меня но такое бывает ну где-то летала на высоко ну летал ее много стаи большие и в следующий раз я обязательно сюда еще раз приеду вот так же сама лодку волоком на воду и пойду попробую вот на это большое второе озеро вот попробую где-то там зацепиться за берег высадить чучела видимо утка любит туда садиться потому что перелетала туда много а вот обратно практически ни одной утки я не видел чтобы улетал ну что ж ребят вот такая охота получилось как обычно у меня вот такой вот экотуризм разведка первая карта замечательная желаю всем ни пуха ни пера большущей вам удачи и пока увидимся у нас все только начинается будем дальше продолжать охотиться рябчики утки и так далее куропатки все еще будет впереди и обязательно еще чуть-чуть вот подсохнет потому что дорога туда на петраковку лежит через поля как вы знаете и там все это конечно развезло сейчас после дождей ливневых я надеюсь сейчас дождей не будет вроде как особо не обещают вот пару-тройку дней подсохнет сгоняем туда я в отпуске так что времени у нас навалом патронов также много взял вот и обязательно еще съезжу на дачные свои карьеры разведываем как там утки там всегда было мало ну последние лет десять так что на охоту буду выезжать еще не один раз спасибо что смотрели надеюсь понравилось сегодняшнее наше небольшое приключение и разведка нового места новые места разведывать надо ни пуха вам ни пера ребята и пока увидимся